Так, и заключительная лаба из этой группы – Dynamic RP Inspection. Лаба продолжает только что сделанную. У меня есть вот эта вот топология, настроенные клиенты на коммутаторах. Настроен IP DHCP Snooping, и из побочного эффекта его работы IP DHCP Snooping Binding мне покажет, что теперь свечу известно, на каком порту клиент с каким маком сидит и какой IP-шник ему выдан. Аналогично на втором свече, тут тоже есть два клиента, Show IP DHCP Snooping Binding, покажет мне даже целых 4, потому что на порт Ether01 приходят запросы, вот они, вот, вот этих двух маков. Теперь, теперь можно включать Dynamic RP Inspection. Соответственно, этот мер будет бороться с атакой RP Spoofing. Так, конфиджит терминал, так, IP RP Inspection. Так, чего тут? Inspection. Вилан 1. Готово. И тогда на втором тоже сразу. IP RP Inspection Вилан 1. Так, проверю, не сломался ли чего. То есть, здесь IP-шник 16-й, а тут был 11-й. Допустим, PING 192.168.0.11. Успешно. На PC втором был 14-й. Так, здесь не работает. Идем на второй свитч. И посмотрим, в чем может быть дело. Дебаг, IP, RP, track. Так. И еще раз пытаюсь. Хотя нет, ничего интересного здесь не выводит. Так, хорошо. Фокус в том, что на порты, через которые получены несколько маков, связывающие свитчи, нужно дополнительно сделать их доверенными. То есть, на этих портах не ожидается появление злоумышленника. Злоумышленник может быть только на вот этих вот конечных, на портах, где конечные хосты подключены. Также нужно сделать доверенным портом тот, где находится устройство, не получающее адреса через DHCP. То есть, вот в этих вот таблицах нет, например, никакой информации о DHCP сервере. 172.192.168.0.1. Поэтому тут интерфейс E00IPRPInspectionTrust и E01 тоже самое. И на свитче первом Ethernet01 тоже самое. О, куча ругасит по поводу снупинга и неправильных ERP. Интерфейс E01. IP ERP. Так, ERP Inspection Trust. ТРАСТ. Все. То есть, приходящие ERP-ответы от PC2-го, естественно, первым свитчом воспринимаются как недоверенные, потому что на интерфейсе Ethernet01 у первого свитча... Где-то тут таблица. Show, HP, DHCP, Snooping. Так, не Snooping. RP Inspection. Хотя нет, Snooping. Snooping только Bison. На интерфейсе Ethernet01 у первого свитча нет никакой информации о DHCP клиентах. Соответственно, когда оттуда приходят ERP-ответы с парой Mac IP, про которые он ничего не знает, он начинает вот так вот усыпать ошибками. Все. Теперь, я думаю, все должно работать. Оно работает. То есть, сейчас ERP Inspection включен, и работоспособность восстановлена. Пора делать атаку. То есть, например, сейчас, если первый пингует с КПИ-2, у которого 15. Пинг 192, 168, 0.15. Вполне успешно. В Airshark вот здесь, естественно, ничего не показывает. Никаких ICMP сюда не прилетает. Естественно, свитч. Кам-таблицы им никто не переполнял. И Unicast трафик отправляется тому, кому он предназначен. Для борьбы с этим, вы уже знаете, используется... Так, стоп. Так. Давайте я отключу ERP Inspection обратно. То есть, no.ip.rp.inspection и на втором свитче, чтобы атаку показать, собственно. То есть, ERP Inspection это средство противодействия атаки. Поэтому, no.ip.rp.inspection.vlan.1 готово. То есть, сейчас атака должна заработать. Атаковать я буду с КПИ-1, уже с КПИ-2. Собственно, второй сюда добавлен как раз по той причине, что вот эти VPCS-ы атаки не подвержены. Они поддельные записи в ERP Inspection себе не засовывают. То есть, сейчас снова давайте... Airshark. ACMP. ПИНГ с первого на 15. Это вот он на второй с КПИ. В Airshark ничего не показывает. Как и положено. Так. Для осуществления атаки. ERP спуффинг. Его нужно будет заполнить. Destination. SCPI-2. Вот его MAC-адрес. Поля здесь названы как раз в расчёте на то, что атака отсуществляется со SCPI-1 на SCPI-2. Так. И MAC-адрес SCPI-2 ещё вот сюда надо добавить. Готово. IP-адрес PCI-1. PCI-1 у нас имеет адрес 0.11. Поэтому здесь 192.168.0.11. А здесь 192.168.0.15. То есть это адрес второго SCPI. Вот он. Всё. Адреса заполнены. Я копирую готовый скрипт и иду сюда. Готово. Теперь Python. Пакет отправлен. Всё. Атака работает. Пинги приходят на SCPI-1. Так. Если посмотреть на SCPI-2. Вот так. IP Neighbor Show покажет мне две записи с одинаковыми MAC-адресами. То есть RP-спущинг успешен. Снова на свечах включаю IP RP-inspection. На этом свече почищу. Так. RP здесь есть. Так. RP-D. Класс. 192. 168. 0.11. И 0.16. То же самое можно было IP Neighbor Flash. Что там надо-то ещё? Перевернуть 0. Установлено можно было вот так почистить тоже. Так. Хорошо. Теперь я иду на SCPI-1 и отправляю один очередной раз в поддельный пакет. Что я вижу? Уже на первом свече произошло срабатывание. Инвалид ARP. А на SCPI-2 пустой кэш. Поддельная запись не пришла. Пинг с первого на пятнадцатый. Идёт напрямую. Сюда ничего не приходит. Ещё один поддельный пакет. А так перестал работать. Всё. Дело сделано. Поддельный пакет. Продолжение следует... Продолжение следует...